Дагестан Дагестанская связь. О взаимодействии общественной палаты и структур республиканской власти говорили на совещании в Махачкале. Подробности смотрите в выпуске. Гонка за поясом Лиги One Championship. Дагестанский тайбоксер Алаверди Рамазанов снова в числе претендентов. Сергей Меликов подозревает владельцев дагестанских АЗС в картельном сговоре. Об этом глава региона заявил на совещании по противодействию коррупции. Сейчас ситуацию изучают правоохранительные органы и УФАС. Меликов призвал всех заинтересованных в решении проблемы чиновников провести работу в кратчайшие сроки. Напомним, бензин в республике только за лето подорожал более чем на 20%. Специалисты при этом отмечают и ухудшение качества самого топлива. Дагестан в 2023 году увеличил затраты на поддержку виноградарства. Общая сумма затрат составит 615 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова. Согласно официальной статистике, в данной сфере сегодня заняты порядка 250 субъектов предпринимательства, в том числе и крестьянско-фермерские хозяйства. Власть и общество ищут механизмы эффективного взаимодействия. Совещание по этой теме провел накануне Сергей Меликов. Оно стало своего рода продолжением недавней встречи главы республики с обновленным составом Общественной палаты и Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Все подробности в сюжете Камилы Мехтихановой. Взаимодействие органов власти и общества должно быть постоянным, а не ограничиваться редкими встречами, заявил в самом начале встречи Сергей Меликов. Важно своевременно реагировать на запросы людей, а мы зачастую опаздываем во многих вещах и ничего хорошего из этого не получается. Мы вроде как переговорили, что давайте будем поддерживать диалог. А как его поддерживать? Мы не договорились. Его же надо как-то поддерживать, надо какой-то механизм или вот правильное слово алгоритм. А вы? Чтобы мы не встречались там раз в квартал на Совете по проблемам гражданского общества, а чтобы этот диалог был ежедневным. Глава республики предложил прислушиваться комментариям людей в соцсетях и также рассматривать предлагаемые людьми решения тех или иных проблем. Основным принципом работы, по его мнению, должна стать достоверность информации как от общества властям, так и наоборот. И в этом отношении я своих коллег тоже хочу предупредить. Мы иногда замалчиваем проблему до последнего момента, да лучше сразу ее людям довести, чтобы люди могли каким-то образом, во-первых, принять участие в этой проблеме, а во-вторых, быть готовыми к ее разрешению. Премьер-министр Абдул Муслимов сообщил, что в республике функционирует специализированный портал для обсуждения с общественностью различных инициатив власти. Однако активности на нем не видно. К примеру, сегодня функционирует интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти ДАГРОВ. Здесь есть возможность оставить свои предложения и комментарии. Это было бы полезно для сестеринного, более полного и объективного рассмотрения проектов нормативных актов. Но в достаточной мере этот ресурс на сегодняшний день не используется. Это является одной из форм обратной связи и с населением, и с общественными институтами. Председатель Народного собрания Зоу Раскендеров сообщил, что наделение Палаты правом законодательной инициативы пошло на пользу. Это привело к более активному привлечению общественности в обсуждение проектов и законов. В настоящее время в республике одним из актуальных является проблема электро- и водоснабжения, общественного транспорта, которую также необходимо решать с участием в предстоитете общественности. Хочу отметить, что имеющие проблемы могли бы решаться более эффективно при наиболее полном использовании общественного права в республике права общественного контроля, в котором она делена законодательством. Подводя итоги, Сергей Меликов предложил для более эффективного и оперативного решения проблем в каждую комиссию общественной палаты включить представителей Народного собрания и органов власти республики. Камила Мехтиханова, Шарани Мичушоев, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. Гора в честь поэта. Вершина местности Анис Яшал в Цумадинском районе теперь будет носить имя Расула Гамзатова. Такое решение приняла администрация сельсовета Нижний Гакваринский. Накануне представители местной власти вместе с сельчанами поднялись на высоту, где и провели торжественную церемонию. Там школьники зачитали стихотворения Народного поэта Дагестана. И в продолжение темы юбилейных мероприятий в честь поэта. В Каспийске стартовал всероссийский турнир по волейболу, посвященный столетию со дня рождения Расула Гамзатова. В соревнованиях участвуют шесть команд из Махачкалы, Иваново, Грозного, Абхазии, Ростова-на-Дону и Майкопа. Почетным гостем турнира стал обладатель четырех олимпийских медалей в волейболе Сергей Тетюхин. На открытии именитому спортсмену вручили дагестанские бурку и папаху, а также книгу о Расуле Гамзатове. Очень символично, да, сто лет такому замечательному человеку, сто лет отечеству нашему волейболу. Вот, и сегодня здесь такой замечательный турнир проходит. Я бы хотел поблагодарить, конечно, за приглашение. Для меня большая часть сегодня здесь находиться, в этом замечательном месте, в этой замечательной республике. Я буквально на пару дней чуть пораньше приехал, и вот окунулся немножко в традиции местные, пообщался с замечательными людьми, которые проживают чуть повыше в горах. Вот, это настолько дисциплины люди, и я уверен, что это вообще, наверное, какая-то особенность дагестанского народа. В своей истории очень много команд, очень много волейболистов, олимпийских чемпионов играли в этом турнире. Сегодня хоть и не юбилей, не 20-й, но турнир продолжается из-за пандемии, и мы не проводили его два года. Поэтому, я думаю, мы юбилейный тоже проведем этот турнир. В стартовый день соревнований прошли два матча. Дагестанские волейболисты со счетом 3-2 обыграли команду из Иваново, а клуб «Грозный» был сильнее соперников из Майкопа. Итоги турнира подведут 10 сентября. И еще немного о спорте. Четверо дагестанских вольников пробились в финальную часть международного турнира в Явкутске. Ежегодные соревнования памяти Дмитрия Коркина собрали около 200 спортсменов из 15 стран. Такой сильный состав участников оспаривает солидный призовой фонд. Лауреаты в 10 весовых категориях разделят 8 миллионов рублей. В утренней части турнира себя проявили хасавюртовцы Рамис Гамзатов, Ахмед Идрисов, Гаджимурад Альхмаев и Шамиль Мусаев. Решающие встречи с участием наших борцов пройдут завтра. Тай-боксер Алаверди Рамазанов возвращается в гонку за поясом Лиги One Championship. На турнире в Бангкоке спортсмен из Кизляра встречался с итальянцем Алессандро Саром. Для победы Рамазанову потребовалось полторы минуты. Он нанес сопернику мощный удар локтем в голову, после которого тот не смог оправиться. Таким образом, 28-летний дагестанец закрыл серию из двух поражений подряд и вернулся в титульную гонку. Эта победа стала для экс-чемпиона мира 64-й в профессионалах. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите нас также в соцсетях и до скорых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok